Немного истории. На прошедшем в Бресте в апреле текущего года Совете предпринимательства при участии вице-премьера Белоруссии Петра Прокоповича были озвучены цифры, свидетельствующие о том, что только в прошлом году из страны вывезли более 7 миллиардов долларов. Закупая потребительские товары и еще около 3 миллиардов, белорусы потратили в соседней Польше. А ведь все эти деньги при иной насыщенности белорусского рынка могли остаться в стране и работать на развитие нашей экономики. Наша страна в период работы в Советском Союзе всегда специализировалась на изготовлении товаров для населения и продовольствия, и легкой промышленности, и товаров, и так далее. И мы можем это делать, и нужно это все делать достаточно более энергично, чем мы делаем до сих пор. Да, успехи есть, но в целом рынок мы свой теряем. На 25% увеличилось потребление импортных товаров. На 25% более 7 миллиардов долларов мы везли импорта. В том числе продовольствие импорт составил 32%, а в непродовольственных товарах 64%. Это та черта, которая уже говорит о безопасности страны. Конечно, лучше и правильнее всего реализовывать белорусскую продукцию. Но не всегда получается так, как хочется. А потому, не препятствуя ввозить товар из-за рубежа, в том числе и из стран Таможенного Союза, государством устанавливается обязанность наличия документа на всю приобретенную продукцию. Это правило вступает в силу уже с 1 июля. Но для плательщиков единого налога установлен переходный период. Переходный период – это когда индивидуальный предприниматель, плательщик единого налога, будет реализовывать товар, который был ввезен до 1 июля без документов до 1 марта 2015 года. Что необходимо сделать? Какие предпринимать шаги? Прежде всего, это нужно будет подать таким предпринимателям в налоговые органы по месту регистрации интервизационную опись, то есть остатки товаров на 1 июля 2014 года. Интервизационные описи индивидуальными предпринимателями заполняются в двух экземплярах, так как один экземпляр будет храниться в налоговых органах, а второй экземпляр – у предпринимателя на рабочем месте. Последним днем реализации остатков товаров с уплатой НДС станет 28 февраля 2015 года, а потому уже с 1 марта исключается возможность уплаты НДС в фиксированных суммах по товарам, ввезенным из стран Таможенного Союза без сопроводительных документов. Соответственно, индивидуальные предприниматели, которые будут реализовывать остатки товаров без документов до 1 марта 2015 года, они будут уплачивать единый налог с НДС фиксированным. В случае, если у индивидуальных предпринимателей на все товары, ввезенные, будет пакет документов, они имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 июля текущего года, либо по общему порядку с 1 октября 2014 года. В Московской налоговой инспекции подчеркнули, что в указе предусмотрен конкретный перечень товаров, реализация которых будет осуществляться физическими лицами без документов, подтверждающих их приобретение. Административная ответственность предусмотрена для физических лиц за продажу той продукции, которой в этом списке нет. Есть в этом нормативном документе новость, весьма долгожданная для всех предпринимателей. Ну и самая долгожданная новость, которая оговорена этим указом. Предпринимателям дано право привлекать наемных работников в количестве трех человек, но уже независимо от степени родства. На Совете предпринимательства Петр Прокопович подчеркнул, что данные меры направлены на защиту белорусской экономики. Указ позволит предотвратить ввоз и продажу нелегально произведенной продукции, снижение потребительского импорта, что предотвратит отток валюты из страны. Ведь доля критичного импорта, то есть товаров, которые Беларусь сама не может произвести, составляет всего 12-15%. Остальное мы можем производить сами, при этом лучшего качества и по хорошей цене.